Легенды Старого Запада, которые сделали увлекательную карьеру. Из цикла «Легендарные личности». Мифы окутывают историю американского Запада и многих его легендарных личностей. Но конечная судьба многих западных деятелей часто отличается от ожидаемой от их легендарных подвигов. Например, Уайя Терп и Бат Мастерсон стали судьями боксерских поединков в супертяжалом весе, получив известность как «Стрелки» и «Игроки». Другие стали знаменитыми после того, как бросили карьеру ковбоев, скотоводов или охотников. Некоторые стали актерами, некоторые исполнителями Родеа, некоторые писателями и некоторыми комбинациями всех трех. Один из них использовал свой опыт западного человека, чтобы поддержать свою политическую карьеру в Белом доме. Вот десять западных деятелей, которые вложили свой опыт в другие карьеры. Буффало Билл Коди, владелец передвижного шоу. Легенда о Буффало Билле Коди началась с публикации его рассказов в Нью-Йорк Уикле, написанных Недом Бантлайном. Со временем Коди, чье настоящее имя было Уильям Фредерик Коди, утверждал, что ездил на Пони-экспресс в 15 лет. В своих многочисленных рассказах о своем опыте в качестве экспресс-гонщика Коди утверждал, что ездит сотни миль, сталкиваясь с многочисленными опасностями. На самом деле он работал в компании, которой принадлежал Пони-экспресс, доставляя сообщения из Министерства внутренних дел на телеграфную станцию, что составляло около трех миль. Такие несоответствия отмечают большую часть его личной истории. Он служил в армии Союза во время Гражданской войны, а после войны был разведчиком армии на Западе. Как разведчик он был награжден медалью почета, позже отозванный, а затем восстановленный в 1989 году. Своё прозвище он получил после того, как заключил контракт на поставку мяса буйвола в океанской железной дороге Канзаса. Он утверждал, что убил более 4000 бизонов во время 18-месячного контракта. В возрасте 26 лет он начал свою карьеру на сцене. В 1874 году он основал свою первую гастрольную труппу, комбинация Буффало-Билла. С тех пор он был исполнителем в путешествующих западных шоу, продвигая себя и свою легенду. К 1893 году он был известен как в Европе, так и в Соединенных Штатах, и его странствующие феерии включали знаменитых коренных американцев, таких как Сидящий Бык, Реконструкции последней битвы Кастера и другие западные мифы. Он сколотил состояние, выступал перед королевой Викторией, позже перед королем Эдуардом VII и по всей Европе. В саморекламе он был непревзойденным исполнителем, создавшим свою собственную легенду. Работник ранчо Том Микс, звезда немого кино. Выросший в богатой семье в Пенсильвании, Том Микс служил в испано-американской войне, а затем дезертировал после женитьбы. Его никогда не арестовывали и не преследовали за его проступок. Позже он работал в Оклахоме барменом, городским маршалом и, в конце концов, владельцем ранчо. Ранчо Братьев Миллер 101, его работодатель, был одним из крупнейших в Соединенных Штатах, производя собственное шоу Дикого Запада в конкуренции с Буффало Биллом, и другими. Микс обнаружил, что предпочитает выступать, а не заниматься тяжелой работой на ранчо. В 1909 году он появился в своем первом из почти 300 фильмов. Почти все были немыми фильмами, только девять его выступлений были в «Талкис», как они были известны в то время. К 1920 году Том Микс стал главной звездой, известной своими трюками на лошади, стрельбой и веревкой. Близкий друг Уайата Эрпа, Микс приобрел репутацию дамского угодника, а также жесткого переговорщика. Он был первым западным героем экрана и одной из крупнейших голливудских звезд в молодой киноиндустрии, демонстрируя навыки, которые он развил на ранчо в Оклахоме. Уайат Эрп – владелец салона и консультант голливудских актеров. Названия трех городов американского Запада несут в себе особое щегольство – Додж-Сити, Дедвуд и Тампстаун. Как законник и игрок, Уайат Эрп оставил свой след во всех трех. Известный сегодня в первую очередь перестрелкой в Тампстон в Окей Коралл, Эрп часто оказывался по ту сторону закона. Объединение с симпатическими интересами помогло ему избежать судебного преследования несколько раз за его долгую и красочную жизнь. После поездки мести после мучений в Тампстон Эрп переехал в Калифорнию, где он судил боксерский матч в тяжелом весе, якобы фиксируя бой. Оттуда он отправился на Аляску, где золотая лихорадка не смогла обогатить его. Он держал салон и пытался добывать золото в Калифорнии, но безуспешно. В начале 1920-х годов он жил в Лос-Анджелесе, где общался с актерами и кинопродюсерами. Несколько звезд ранних вестернов обратились за советом к Эрпу, и он консультировался по нескольким западным фильмам в эпоху немого кино. И все же никто не проявил интереса к собственной истории Эрпа при его жизни. После его смерти в 1929 году актеры Уильям С. Харт и Том Микс несли гроб. Бат Мастерсон, ведущий спортивный писатель. Бат Мастерсон был еще одним охотником на бизонов, разведчиком равнин для армии и правоохранителем на Западе. Он участвовал в нескольких перестрелках, как по личным делам, так и в качестве заместителя шерифа в Додж-Сити, штат Канзас. В 1877 году он выиграл выборы шерифа округа Форд, штат Канзас. Бат приобрел широко известную репутацию стрелка, одного из самых страшных людей на Западе. Бат, которого звали Бартоломио, перебрался на Запад, распространив свою репутацию по всей стране. К середине 1880-х годов он сделал Денвер центром своей деятельности, работая как азартный игрок и владелец театра. Интерес к боксу сделал его авторитетным экспертом в этом виде спорта. В 1895 году он переехал в Нью-Йорк, став наемным убийцей Джорджа Гулда, сына небезызвестного Джея Гулда. Там Мастерсон начал писать спортивную колонку для газеты New York Morning Telegraph. В конце концов, колонка Мастерсона была посвящена не только спорту, но и местной и национальной политике. Теодор Рузвельт назначил его заместителем маршала США по южной части Нью-Йорка. Мастерсон продолжал свою колонку, появляясь три дня в неделю, до конца своей жизни. Он умер в 1921 году, сидя за своим столом в Морнинг Телеграф, газетчик до конца. Ковбой и работник ранчо Джек Хакси в немом кино. Родившись на индейской территории, которая позже стала штатом Оклахома, Джон Хакси провел большую часть своего детства в Айдахо. Он работал ковбоем и скотоводом, развивая навыки верховой езды, стрельбы и веревки. Скучая по деятельности классического западного ковбоя, в 1909 году он присоединился к путешествующему шоу Дикого Запада, управляемому Ричардом Стэнли, в котором он выступал в качестве наездника Бронко. Через четыре года ему предложили роль в короткометражном немом фильме. Он снялся примерно в трех десятках таких фильмов, прежде чем в 1919 году снялся в сериале «Молния Брайс». В 1920-е годы он стал главной звездой, популярным среди зрителей, и появлялся в драматических ролях, почти всегда в вестернах. Среди звезд, с которыми он появлялся, были Фэй Рэй, Худ Гибсон и Рин Тин Тин. Он был одним из первых, кто изобразил Буффало Билла Коди на пленке в 1926 году в фильме «Последний рубеж». В 1930-х годах он вернулся к путешествующим шоу Дикого Запада и Родеа, продолжая выступать в 1950-х годах. Бывший ковбой покинул ранчо, чтобы построить карьеру в сфере развлечений, которая продолжалась до тех пор, пока он не вышел на пенсию в 1959 году. Эрол Баском – актер и отец современного Родеа. Эрол Баском родился в бревенчатой хижине на семейном ранчо Блис Вернала, штат Юта. Его отец ехал с отрядом, который преследовал, среди прочих, Буча Кэссиди и его банду. Эрол вырос как фермер и ковбой, деля время между Соединенными Штатами и Канадой. Когда канадскому конюху было 13 лет власти обнаружили, что он работает ковбоем и приказали ему вернуться в школу. В подростковом возрасте Баском объезжал лошадей, подковывал лошадей, ездил по большей части американского и канадского запада на перегонах скота и работал на ранчо. Начиная с 1916 года он выступал на Родеа-трассах в США и Канаде. В конце концов, он завершил свое образование, окончив университет Бригама Янга в 1940 году. Позже он получил международное признание как художник и скульптор, сосредоточившись на западных темах, которые он так хорошо знал. Баском публиковал статьи и рассказы о жизни фермера и ковбоя, создавал их образы в своем искусстве и помог превратить Родеа в современный вид спорта. Человек, который ездил на бронках и ездил на бычках, позже стал членом Королевского общества искусств в Лондоне. Он широко известен как отец современного Родеа. Ковбой Уилл Роджерс – писатель, актер и юморист. Знаменитый американский юморист Уилл Роджерс родился на индейской территории, где вырос на рабочем ранчо. В 1901 году он переехал в Аргентину, надеясь построить собственное ранчо в Пампасах. Когда это предприятие провалилось, он переехал в Южную Африку, где позже утверждал, что зарабатывал на жизнь, объезжая лошадей для британской армии. Там он использовал свои навыки трюковой веревки, чтобы получить работу в цирке. Оттуда Роджерс перебрался в Австралию и в другой цирк, исполняя веревочные трюки и трюки с верховой ездой. В 1904 году он вернулся в Соединенные Штаты. Больше не интересуясь скотоводством, Роджерс попробовал водевиль. До Первой мировой войны он был главной достопримечательностью, появляясь в нескольких нью-йоркских залах, включая Мэдисон Сквер Гарден и Нью-Амстердамский театр, последний принадлежал Флоренцу Зикфельду. Вскоре он появился в кино, в относительно незначительных ролях в эпоху немого кино. Появление звука сделало его звездой. К 1935 году его колонка в синдицированной газете, выходившая ежедневно, достигла 40 миллионов читателей. Он также стал главной радиозвездой, Роджерс стал влиятельной фигурой в американской политике, развлечениях и социальных вопросах. Он выступал за коммерческую авиацию, став хорошими друзьями с Чарльзом Линдбергом и Уайли-Постом. Он летел с последним, когда их самолет разбился в августе 1935 года, убив их обоих. Ни одна западная фигура не имела большего влияния или популярности в Америке в начале 20 века. Джордж МакДжункин изменил археологию и историю Северной Америки. Джордж МакДжункин родился в рабстве в Техасе до Гражданской войны, либо в 1856 году, как написано на его надгробной плите, либо в 1851 году, согласно другим источникам. После войны он получил работу в качестве ковбоя и фермера. Во время перегона скота он научился читать и писать с помощью других ковбоев. Он так хорошо учился, что стал признанным экспертом в области археологии. К 1868 году МакДжункин был хорошо известен как опытный всадник и владелец ранчо. Он переехал в Нью-Мексико, став бригадиром на ранчо Кроуфута, недалеко от Фолсома. В 1908 году регион Фолсом пострадал от разрушительного наводнения. После потопа МакДжункин обнаружил окаменелые кости доисторических бизонов, а также явно рукотворные кремневые наконечники стрел, ныне известные как Фолсом-Пойнтес. Более 10 лет МакДжункин пытался заинтересовать археологов раскопками этого места. Только в 1926 году ему это удалось. Открытие МакДжункина доказало, что доисторическое человечество жило в этом регионе почти на 10 тысяч лет раньше, чем считалось ранее. Доказательства наличия рукотворного оружия, встроенного в окаменелые останки вымершего в тот период вида, были неопровержимы. Это было доказательством того, что человечество существовало и охотилось в Северной Америке во время позднего ледникового периода. К тому времени, когда находка была раскопана и проанализирована, МакДжункин был мертв, но его открытие принесло ему место в научном сообществе, а также в западных знаниях. Пэт Гарретт, таможенный агент в Эль-Пасо, штат Техас. Пэт Гарретт известен как человек, который убил Билли Кида, хотя его истинная история значительно сложнее, чем история благородного законника, получившего своего человека. В течение своей жизни он занимал несколько разных должностей, как и многие западные люди. Гарретт работал на ранчо, ухаживал за баром, предлагал свое оружие на прокат, ездил с Техасскими рейнджерами, хотя и всего на несколько недель, и инвестировал в ирригационные проекты. Все последние потерпели неудачу. Будучи законником, Гарретт участвовал в нескольких перестрелках и убийстве нескольких человек, включая Билли Кида. Во всех западных общинах, где он жил, соседи часто подозревали Гарретта в незаконных действиях, и он приукрашивал свои подвиги в лучших западных традициях. В 1901 году президент Теодор Рузвельт назначил Гарретта таможенным агентом США в порту Эль-Пасо, штат Техас. Репутация Гарретта была такова, что назначение стало спорным. Гарретт оказался неспособным выполнять обязанности своего офиса с чем-либо, напоминающим профессиональную компетентность. Он участвовал в кулачных боях с служащими, публичных спорах с импортерами и вообще стал раздражать Рузвельта. После того, как он был заменен в 1906 году, Гарретт вернулся в Нью-Мексико, где он был убит при все еще невыясненных обстоятельствах в 1908 году. Теодор Рузвельт – президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт родился в Нью-Йорке, получил образование в Гарварде и олицетворял восточную власть и престиж. 14 февраля 1884 года его мать и любимая жена умерли в одном доме, через два дня после рождения дочери. Огромная трагедия опустошила Рузвельта. Чтобы успокоить свое горе, он сделал то, что делали многие американцы до него, он отправился на Запад. Поселившись на ранчо в Северной Дакоте, которое он назвал Илкхорн, Рузвельт принял западную жизнь. До конца своей жизни Рузвельт превозносил достоинства скотоводства, кемпинга, исследований и охоты. Он привнес свою энергичность в скотоводческую жизнь, писал журнальные статьи и книги, описывающие ее, и посвятил себя сохранению скотоводческого образа жизни. Он подружился с Бэтом Мастерсоном и Пэтом Гарреттом, среди других. Тедди позировал для фотографий и портретов, одетый в западную одежду, охотился на бизонов, рогатых овец, медведей, лосей и другую крупную дичь. В конце концов, Рузвельт преодолел свое горе и вернулся в Нью-Йорк. Долгая политическая карьера привела к тому, что он был избран вице-президентом Соединенных Штатов при Уильяме Макинли, заняв пост президента после убийства Макинли. В Белом доме он продолжал прославлять достоинства американского Запада и людей, населяющих его. Принятие Рузвельтом западной жизни остается важной частью его наследия более века после его смерти в 1919 году. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания ЖАШ-Клаб и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.